Привет, я Анокс, и у нас книжные покупки. Видео записываю в одно время, потому что мне сейчас надо бежать по делам. Поэтому быстренько, тезисно и кратко. К сожалению, сейчас у меня не будет в ближайшее время возможности покупать книги. И это мои, наверное, большие покупки за три месяца. Это не самые последние, а крайние, скажем так. Зашла в фикс прайс, соответственно, на 99 рублей набрала небольшую кучку книжек. Прошлась в основном по детективно-триллерной теме. Сейчас меня это тоже вопрос, который интересует. Я, правда, не знаю, как я буду читать. Я сейчас уже читаю один триллер «Сад бабочек» Дот Хатчсон. Оно будет в другом видео. Проходите, смотрите. Разоблачение Дженнифер Мак Махан. Истинное искусство не создание, а расчленение вещей. Способ добраться до самой сути. Это вот написано на обложке. Книжка 18+, соответственно. Что у нас об авторе? Мастер психологической прозы с элементами хоррора и мистики. Ну, я так понимаю, что это ирландского происхождения автор. По сюжету харизматичная сексуальная студентка Сьюзи подчиняет своей воле нескольких приятелей. Генри, Тесс, Валерия и Спенсера. Вместе они готовят опасные, едва ли неприступные акции под громкими лозунгами. Разоблачение – это свобода. И чтобы понять природу вещи, нужно разобрать ее на часть. Однако у молодых людей устанавливаются странные отношения, которые вскоре огорозят обернуться в настоящую катастрофу. Ну и спустя 10 лет двое из них женаты, живут в сельской местности. Дочь единственное, что удерживает их вместе, но вскоре одно неосторожное письмо перевернет весь их хрупкий мир, заставит заново пережить события сладкого и страшного лета, что выпало на их долю аккуратно 10 лет назад. Ну это вот, как сказать, привет из прошлого. Это всегда интересно, по крайней мере, в кино. О, Ханна Джеймисон, Выжившие. Такая маленькая книжечка. Мистический детектив с кинематографической остросюжетностью, в котором будто бы сожлись Стивен Кинг и Агата Кристи. Ну вот опять Стивен Кинг. Ну это же надо соответствовать, е-мое. Историк Джон Кейлер находится на конференции в одном из отелей Швейцарии, когда ядерное оружие разрушило большую часть мира. Опа, интересно. Люди охвачены паникой, но постояльцев пугают не только последствия катастрофы. У многих из оставшихся живых есть свои тайны, которыми они не готовы делиться. Джон находит на крыше тело маленькой девочки, под подозрением каждой из 20 выживших. Ой, ну мне кажется, что-то это тут напихали. Ядерная война, убийство. Не знаю, есть ли смысл. Может они лучше бы просто там посидели, убили кого-то и разобрались. Все твои грязные секреты. Диана Урбан. Кровавая такая вот. Книженская. Пейдж Тернер с персонажами, которых вы будете любить и ненавидеть. Что такое Пейдж Тернер? Надо узнать. Что здесь? А, ну здесь есть в принципе отзывы каких-то авторов, каких-то книг, которые я не знаю. Шестеро старшеклассников получили неожиданное письмо. Они выиграли стипендию на обучение в колледже и приглашены в ресторан. Но вместо торжественного ужина их заждала жестокая игра. В ресторане нет ни души, выход заблокирован, мобильная связь не работает. А на одном из столов взрывного устройства, шприц с ядом и записка. Кто-то должен умереть. В течение 60 минут нужно сделать выбор, иначе погибнут все. Время пошло. Ну это вот камерный детектив. Если написано хорошо, по идее должно быть интересно. Ну и плюс подростки. Это весело, я думаю, будет. Насколько могут быть веселы триллеры. Роман Конушкин. Телефонист. 18+. Тот, кого мы ждем совсем рядом. Все книжки у меня пока еще запакованные. Не решаюсь их открыть. Люди просто люди. Что с них взять? Придумает сюжет своего нового романа. Известный писатель Форель. И представить не мог. Или Форель. Чем это все может обернуться? Главой из его книги становится сценарем для череды зверских убийств, поразивших его город. Жертвами этих преступлений оказываются женщины. Эти преступления не только записаны на видео, но и показаны в прямом эфире сети. Имитация или заведомо продуманная история серийного убийцы. Форель. Жертва или маньяк? Победитель или проигравший? Ну, таких, кстати, фильмов, по-моему, есть несколько. Когда по сценарию книги, точнее по книге, производится сценарий убийств в жизни. Ну, не знаю, это один из них, либо это просто одна из версий. Ну, почитаем, узнаем. Мне кажется, будет интересно. Я вот для себя выяснила, что у меня такая есть зацепочка, когда либо что-то из прошлого вытаскать, либо что-то мистическое. Вот тогда мне интересно читать. Ну, и, соответственно, Алексей Сальников, отдел. Про эту книжку уже говорили на ютубе, когда она только-только вышла. Финалист премии «Большая книга», лауреат премии «Нос», лауреат премии «Национальный бестселлер». Ну, вот так вот, как минимум, серьезная заявочка. Мрачно, жестко и очень остроумно. Будто люди в черном глазами Балабанова. Ну, Балабанов такой неоднозначный товарищ. Что здесь у нас? Игорь, в принципе, не ждал хорошего от этой работы. Заброшенная котельная в том зоне. Коллеги с волчьими билетами. Ну, какие там могли быть цели и задачи. Надо напиться, думает Игорь, поднимаясь к вашим соседям. Раз, два, три, четыре. Главное не перепутать этаж. Слышите шум наверху? Это не дети расшалились. Это выстрелы. Ну, я отзывы, так сказать, то, что об этой книге говорили на ютубе, слушала. Но, видимо, немножко мимо ушей. Но знаю, что она была довольно-таки неоднозначной. Ну, Сальников известный поэт и прозаик. То есть, его Петру в гриппе и вокруг него я еще не читала. Но это был самый обсуждаемый роман в 17-м году. Начнем со второго. Первый это пробный. Начнем со второго. Мне почему-то Петру в гриппе по нотациям читать не очень-то захотелось. Вот так. Ну, вот следующее. Что у нас лучше? Мировая классика. Это очень недорогие книжки. Я приобрела две. Эрих Мария Ремарк. Время жить и время умирать. Ну, Ремарка я пока еще не определю. Нравится он мне или нет. Вот. Триумфальную арку читала последняя, по-моему, что у него. Ну, скажем так, если уж читать о войне, то пусть об этом пишет Ремарк. Здесь опять про войну. Что такое война? Страшная и ненавистная. Рядовой немецкий солдат Эрнст Гребер впервые после двух лет войны на три недели отправляется в отпуск. Три бесценные недели времени жить. Ну, а потом, соответственно, нужно будет возвращаться. Этот роман не так известен, как Триумфальная арка. Но, думаю, будет интересно. И Томас Гарди вдали эту безумевшую толпу. Я, честно говоря, мне казалось, что у меня уже есть эта книга. Но она стоила так мало под скидки, что я ее еще раз купила. А если что, вдруг второй раз. Если ее все-таки у меня есть. Ну, кому-нибудь подарю. Или я давно букросин. Томас Гарди жил в 1840-1928. Он великий английский писатель. Последний гений викторианской эпохи. Горький ценю поставил Гарди в один ряд с Бальзаком. Заля ему и Пассаном. В этом романе Гарди раскрывает великую вечную драму отношений мужчины и женщины. В свое время яркая непростая история любовного треугольника независимой и гордой Батшебы, унаследовавшей ферму в глуши Северной Англии, крестьянина Габриэля Оука и пришельца из городской цивилизации, сержанта Троя, стала настоящим литературным скандалом. Что интересно, роман Гарди по-прежнему считается скандальным и нарушающим основы основ уже нынешнего общества. Как же удалось Гарди затронуть в трону души читателей трех столетий? Мне кажется, будет интересно почитать. Действительно ли там столько много перчика, что до сих пор некоторые пуканы горят. Но английская литература прекрасна. Мне кажется, Гарди будет еще и с юмором английским. Но мне так кажется. Я его еще не читала, все еще впереди. Андрей Платонов, Чевенгур. Это в моем любимом букинистическом магазине. За 50 рублей я приобрела. У Платонов известен. Наши страны уже классик. Я Платонову мало пока знакома. Революционный год в романе Чевенгур. Осмысливаются Платоновым как единение братского человечества, призванного овладеть стихийными и разрушительными силами вне и внутри себя. В неразрывной связи поколений, в общем отсутствии. Сконцентрированные в Чевенгуре художественные поиски своего времени. Загадочная глубина смысла, которая мерцает за поразительной вязью платоновских мыслей слов, ставит роман в самый первый ряд произведений русской советской литературы. Даже аннотация сразу советская видна. Честно говоря, Чевенгур довольно обсуждаемый, но я почему-то про него, видимо, или не слушала, не интересовалась. Здесь вот еще есть вводная статья. Идея жизни Андрея Платонова написала Эса Семенова. Я люблю, когда есть вводные статьи. Сейчас в книгах обычно наоборот, там пару слов про автора пишут. Ну, соответственно, никаких разборов, никаких биографий. Это все, товарищи, привет Гуглу. Ищите в Гугле. Иван Сергеевич Шмелев. Солнце мертвых. О Шмелеве в последнее время очень много слышу на ютубе, на буктубе. Сама его не читала, ни его лето господня, ни что-то еще. Ну, вот решила почему-то не с лето господня начать отсюда. Ну, Шмелев, как я слышала, и как я знаю, он очень часто религиозные вопросы поднимал. А это не совсем моя тема. Солнце мертвых относится к тем произведениям, которые обычно читают один раз в жизни. Оно наполнено не столько мыслями, сколько живыми чувствами человека, страдающего от зла и несправедливости современного ему мира. Наряду с окаянными днями Бунина, это одна из самых тяжелых и страшных историй о кровавом кошмаре гражданской войны, обрушившейся на застывшую в ужасе Россию, символом и зеркалом которой в романе становится маленький поселок в занятом Красном Крыму. Ну, это, я думаю, тут будут отсылки к фолоху. Вот, ну, почитаем, посмотрим. Шмелев пишут, что это один из самых талантливых, ярких, стилистически оригинальных прозаиков России и русской миграции. Дважды номинировался на Нобелевку. Выходить из купеческой среды, Шмелев был страстным любителем и великолепным знатоком старой России, с ее уходящими в глубокую древность традициями, наивной глубокой религиозностью и уютным патриархальным бытом. Той самой России, которая посвящена большинству его романов. Ну, мне кажется, будет интересно познакомиться с автором, и я вам обязательно это расскажу. Хотя, конечно, купцы, бояре, их вот этот быт, он... Я много читала исторических романов в детстве, мне почему-то это казалось смешным. Может, сейчас будет все иначе. Теперь перейдем к одному из моих интереснейших открытий за последний месяц. Я тут как-то случайно оказалась на ВДНХ, и что-то мне хотелось что-то зайти покушать, и вместо того, чтобы покушать, я нашла книжную ярмарку. Ну, нет, я потом, конечно, покушала и погуляла под ВДНХ. В общем, если стоять лицом к центральному входу, то если уходить правее, там, где есть торговый центр, и раньше был КФС, который закрылся, там есть торговый центр, и где-то там второй или третий этаж книжной ярмарки. Ну, я так быстро не пробежалась, чтобы не войти в разорение окончательно, чтобы мои финансы не приказали мне не есть в следующие полтора года. И я купила три книжечки, пообщалась с приятным человеком. Заходите туда, там есть что поискать. Там есть и новые книги, есть и поддержанные, есть всякие разные, в общем, что я приобрела. Мне там милый продавец... Молодь, ты чё? У меня тут кошка спит, ты чё-то кряхтит во сне. А вот мне милый продавец порекомендовал пару книжек, там какие-то свои соображения про них высказывал. Это очень приятно всегда. Это вот, знаете, когда ты захочешь в любой магазин, и тебя пытаются сразу поймать, вцепить, накупить за твои деньги всё, всё, что только можно. Но мне приятно, когда люди, продающие конкретно даже книги, знают, о чём они говорят. Они не просто для них, это как сапоги или, там, не знаю, серёжки, аксессуары, сумки и так далее. То есть приятно говорить с человеком, который знает, что у него за товар, и может вам об этом рассказать. Я приобрела сборник Афанасия Афанасьевича Фета. По-моему, уже он Афанасьевич. Ну, тут есть фотографии, ступительная статья, ну и, соответственно, стихотворение. Я парочку прочитала. Ну и когда у меня будет лиричное настроение, Афет у нас очень лиричный, он поэт природы, любви, моря, звёзд и так далее. Вот интересная вставочка со старыми буквами «Ядь». Издание Ваши 86-го года. Вот он, такой дедушка Фета. Ну и поэзию я люблю. Классическую поэзию меньше, наверное, чем современную, потому что всё-таки нам сейчас поколению научно-технического прогресса Наверное, смешно читать про стихотворение Оду, написанное целой звезде. Но, тем не менее, поэзия красива, лирична. Если её читать, то как поэт двигаешься и развиваешься. Сокровище древней русской литературы я приобрела. Сатира. Тоже старое такое издание 87-го года. Вот с такой иллюстрацией. Ну и, соответственно, здесь сборник сатирических произведений. Политическая сатира. Оказиональная сатира. Социальная сатира. Бытовая сатира. Конфессиональная сатира. Сатира 11-17 веков. Мне её очень рекомендовал продавец. Ну и, соответственно, я так заинтересовалась и решила приобрести. Вот. И ещё вот такой вот интересный сборочек в обложке. Тоже такое старенькое издание. Автор. Автор у нас Сухого Кобылина. Свадьба Кричинского. Это у нас самое известное произведение автора. Дело. Смерть Старелкина. Ну и всякие дополнения, приложения и так далее. Я не очень люблю читать пьесы. Но вот Свадьба Кричинского очень часто идёт в московских театрах. Ну и плюс такое интересное издание, которому... Ого-го, сколько лет? Оно всего лишь на 6 лет старше, младше меня. 1989 год. Ну, опять же, мне его очень рекомендовали. А мне хочется познакомиться с нашими русскими классиками, о которых никто не слышал. Очень рекомендую попасть на эту ярмарку. Она вроде как идёт с 10 точно и где-то до 5 вечера. И там очень много интересных изданий. Есть букинистические, есть новые. Есть учебная литература. Есть научная литература. То есть много я так успела по макушкам проскакать. Ну и, соответственно, вы можете найти по душе себе. Там очень много книг. Очень много. Я бы там жить осталась. Еды бы мне. И всего так. Вот такие у меня книжные новинки. К сожалению, пока я больше не буду приобретать. Ну, единственное, если, конечно, мои... Просто те, кто меня смотрит, мои подписчики, может быть, кто-то новый, подпишите на мой канал Boosty. Я обязательно укажу внизу. Там можно смотреть видео и спонсировать моё творчество. Или помочь мне, к примеру, собрать... Я сейчас собираю на курсы. Я хочу научиться шить. Либо вы можете просто найти мой номер карты внизу под видео и перевести мне денежку. И если вы захотите, чтобы я прочитала для вас какую-то книгу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно это сделаю. Потом расскажу. Обещаю. Если вы мне сделаете подарок в качестве книги, я сделаю на это отдельное видео с хорошим, серьёзным разбором. Я найду время. Может быть, ночью. Вот. А так, всем хороших книг, хороших впечатлений. Погода очень радует. И я побежала на Воробьёвы горы. Всем пока-пока. Хороших книг. Хороших книг.